Ну что, давай попробуем с самого простого сейчас просто залить это на бесплатный хостинг гитхаба. У тебя это что, в архиве? Да. Так, в архиве. Давай это попробуем, попробуем. Так, у тебя аккаунт на гитхабе есть, правильно? Да. Давай тогда, а демонстрацию экрана можешь сделать? Открыть? Не могу. Я думаю, будет, наверное, проще прям у тебя это сделать, раз у тебя фалики. Видно? Да. Так, вот, чтобы нам это все дело быстро сделать, давай откроем, собственно, сам гитхаб. Просто какой-нибудь акком. Надо проверить сначала, залогини ли ты там. Закрою этот скайп через крестик. Да. Чтобы не мешал с датой залогинить. Вот, смотри, тут есть плюсик. Первое, что нам нужно сделать, сделать организацию. Под каждое, грубо говоря, под каждое название проекта лучше делать организацию, под каждое название сайта. Может, сначала нужно залогиниться в гитхабе, нет? Ты уже залогинил. А, да? Справа у тебя, видишь, это вот, иконочка, это ты. Вот, и тут начинается самое интересное. Первое, с чего нам нужно начать, это с того, как, собственно, будет у тебя потом домен называться, как вообще этот проект. Домен примерно будет так, что мы записываем видео? Да, 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 я записываю. А, записываю, что-то я понял. Называется e-mail маркетинг. Ну, допустим, вот так. E-mail маркетинг. Ну, такое уже есть. Вот, допустим, вот так. Так. Ну, смотри, идея какая. Давай вот сделаем такой же тогда... То есть сейчас сделаем организацию этим названием, потом сделаем внутри этой организации репозиторий, который будет называться e-mail маркетинг.github.io. Потом, когда ты уже купишь домен или выберешь любой домен, который захочешь прикрутить к этому, да, прикрепить, вот, ты сможешь это сделать, совершенно неважно какой. А если, допустим, e-mail маркетинг будет занят, если я возьму другой домен, ничего страшного? Ты всегда можешь его поменять. Ага, понял. Вот. То есть поменять могу что? Название организации, да? Ну, смотри, название организации останется на GitHub самом. А название домена, который GitHub тебе выделит, оно тоже останется. То есть будет e-mail-marketing.github.io. Вот. А тот домен, который ты купишь, он может быть любым, каким хочешь. Понял отлично. Так, дальше что делать? Так, ну, давай скопируем вот это название, нам оно еще раз понадобится. Сейчас к репозитории будем делать целиком, да. Вот. Прокрути вниз, там нажми кнопочку создать. А! Единственное, что он тебе этого не даст сделать, пока e-mail ты не видишь. Надо видеть еще раз там какой-нибудь e-mail свой. Обычно это нужно для того, чтобы счета не прислали за приватную репозиторию. Но так как мы используем все публично, вот, то у нас все бесплатно. Угу. Угу. Так, значит, вот ты тут есть, можно еще людей добавлять. Но это если нужно кому-то еще доступ на запись предоставить, пока нам это не горит. Угу. Так, вот, и теперь новый репозиторий здесь же. Вот, теперь смотри, чтобы был репозиторий именно сайта, его название должно быть вот ровно... Ну, ставь вот это название, emailmarketing.github.io, то есть, должно заканчиваться вот это вот, .github.io. .github.io, да. Тогда он будет распознавать это как репозиторий сайта. Вот, дальше что нам нужно сделать? Публик, да? Все правильно стоит. Публик, да? Мм? Паблик стоит вот. Галочка правильно. Да, паблик стоит. Я думаю, чтобы нам репозиторий потом можно было склонировать, нам нужно, чтобы там был хотя бы один файлик. И вот я думаю, это либо редми поставить, либо лицензию какую-нибудь прописать. Нет, gitignore нам тут не потребуется пока что. Ну, давай редми сделаем. Ну, пусть редми вам нажимай. А что значит редми? Ну, он создаст файл редми.мд, сейчас ты его увидишь, вот он отображается снизу. То есть, он в списке файлов есть, и собственно само содержимое файлов оно вот так. Сейчас выглядит, там просто заголовок с названием этого репозитория. Так, вот. Значит, все, у нас репозиторий есть, в нем файл есть, значит им можно пользоваться. Вот там, где HTTPS написано... Стой, 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 стой. Пока еще рано. Секундочку, тут нужен же zip архив, да? Давай. Пока не горит. Главное, что у тебя есть. Давай. А ты видишь там, где download zip? Слева от него такой текстовый поле с адресом. Да. Вот скопирую его. Угу. Вот, давай. Теперь надо открыть Cloud9. Управлять репозиторием, проще будет с него. Вот это c9.io. c9.io. Он уже был. А здесь, скорее всего, ты тоже уже залогинен. Да. Хотя нет, нет, не залогинен. Да, нажимаем на GitHub. Так. Ну, здесь тоже самое. Давай создадим workspace. Вот. Так как у нас скопирована ссылка, давай мы ее сразу ставим. Видишь, clone from... Там текстовый поле снизу. Ниже. clone from git. Еще ниже. Да, вот сюда. Вот сюда ее. А здесь просто e-mail маркетинг оставь. Ну, или вырежи кусочек отсюда. Да. Вот так вот. Все, можно крутить вниз и нажимать кнопку Create. Тут все так остается, да? Вот. Сейчас он сам все создаст, зарегистрировать, чтобы вот этот workspace был привязан к этому репозиторию. Оттуда сейчас все скачается, что он есть. Там пока только один файлик. Вот. Угу. Все. Он все склонировал. Теперь наша задача сюда файлы добавить. Вот. И тут начинает... Избавляем, да? Не надо. Не знаю. Хочешь удалить, кстати, в принципе, без разницы. Если он нам не нужен будет-то. Так. Теперь файл нажми. Здесь Upload Local Files. И здесь можно выбрать либо папку, либо прям... Ну, выбери папку. Хотя, наверное, лучше файл. В общем, не знаю. Сейчас... В общем, нужно этот архив найти. И его содержимое, не сам архив, а его содержимое. Сюда загрузить. Сюда загрузить. Можно, конечно, было архив загрузить, потом его распаковать. Командой Linux. Ну, лучше в эти дебри не лезть, я думаю. Угу. Знаешь, что сделаем? Угу. 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 когда он загрузит, дальше есть вариант есть два варианта либо я тебе скажу, какие команды набирать, ты их наберешь, и все отправится в гитхаб, либо ты можешь мне дать доступ к этому репозиторию, я это за тебя сделаю тебе останется только ввести логин и пароль что-то... но на видео будет хочешь попробуй сам в принципе там ничего сложного все, да? да, вот значит, что теперь надо гитхаб через гит сделать в линуксе есть такая команда гит заметишь, прямо в первой строчке консоли внизу она такая синенькая у тебя уже была выполнена команда гит клон нужно, давай сейчас выполнить команду гит статус эта штука отобразит статус вот так, да? да enter вот, она показывает что вообще происходит вот там, где у тебя deleted чтобы долго команду не писать нажми на readme файл прямо на название нет вот там, где красненький в консоли нажми прям мышкой видишь, он подчеркивает сделай git rm это что означает? вот он сейчас сам тебе ставит команду что ты этот файл удалил то есть, одно дело свои локальные копии сделать изменения другое его подтвердить что ты действительно это хочешь, чтобы такое же изменение было в репозитории сделано вот, теперь все остальные файлики они были добавлены вот, в гит в гитхабе ну, в гите есть такая короткая команда чтобы сразу добавить все вот там уже написано git add но если написать git add пробел точка то он добавит вообще все файлы вот так, да? пробел точка пробел точка на enter вот, теперь git status есть ты нажмешь наберешь кстати, можно этой стрелочкой вверх повторять команду а не пропечатывать ну, написал ты не совсем правильно нет, 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 нет вот так делать не надо сейчас давай напишем status и status вот, видишь, он теперь все зелененьким пометил это значит, что все как бы изменения помечены теперь их нужно скажем так упаковать в commit, так называемый да, то есть пакет изменений который мы сделали вот делается эта команда git commit через 2м пишется вот, да, и сразу он потом попросит тебя это ну, вот сейчас он тебе просит комментарии можно было через команду это сделать вот, но раз ты сейчас сделал так вот то курсор верни в первую строчку стрелочкой вверх, да вот, и давай напишем ну, что-нибудь просто там первая версия сайта можно было по-русски ну, не важно уже, ладно вот, теперь это вот такой консольный редактор чтобы он сохранился нужно нажать ctrl-o потом enter и ctrl-x, чтобы его закрыть так, вот и теперь нам нужно все те пакеты изменений которые у нас укомплектованы да, они пока локально зафиксированы их нужно отправить на сервер чтобы отправить на сервер нужно написать git pull ой, git push git pull этого обратную сторону загрузить окей нет, git push а, git git push да теперь нужен твой логин и пароль они здесь не печатают я его точно не увижу так что можешь смело печатать то есть сначала я вот как бы не помню сначала юзернейм это openlight а дальше вспоминай openlight да, enter чуть-чуть рубил или как enter нажимаешь сейчас еще одно да и теперь теперь пароль я ничего не написал ну так и должно быть но чтобы никто не видел так, что он делает он вроде бы все управляет что я бы пароль подал да? с 2 раза нормально ну если ты набрал пароль и enter то, в общем-то, наверное сейчас посмотрю если он все закончит и никаких ошибок не выдает значит все правильно хотя вроде бы уже отправляет значит вроде бы должно быть да, все получилось вот теперь, собственно, мы можем вот этот вот сайт выдели его вот у тебя открыт в этом да, скопировать и прямо в отдельной вкладке давай мы его ставим да-дам отлично отлично так, ну, в общем, он, да живой работает и хостится если я захочу изменить файл ну, экзешный вот, допустим, там поменять там текст изменил ну, тут тут тот же механизм ты, в принципе, теперь можешь на гитхаб зайти напрямую там каждый файл обновить страницу вот то есть здесь ты можешь сейчас любой файл открыть единственное, что, кстати вот эти PHP файлики здесь работы не будут здесь такой хостинг он несколько ограничен вот и вместо этих PHP файликов мы можем форму перенастроить на битрикс вот потому что у битрикса я даже не знаю, что это за форма интересно, если честно но send message я понимаю это отправка ну, вот вместо send message мы скорее всего будем использовать битрикс вот это делается я покажу как а нельзя это сделать, чтобы на почту не в битрикс а в почту нет такое сделать не получится потому что здесь PHP запускать нельзя именно в бесплатном хостинге гитхаба вот то есть за PHP короче надо платить вот но не здесь это уже это уже нужно будет в отдельном месте вот но здесь работают все странички вот и используя JavaScript ну или по сути просто формочки эштимальные можно использовать PHP который уже есть в битриксе вот и соответственно в битриксе просто это будет скапливаться в виде лидов а потом дальше там либо автоматически можно сделать чтобы битрикс сам письма высылал сделать вот либо вручную ну то есть там да не ну в принципе я думаю что если битрикс не выпадать это не так уж плохо нормально ну вот они как бы сразу в свою рамку будут попадать мне кажется это даже лучше да давай что создаем битрикс да кабинет подожди секундочку не спеши давай посмотрим в папке css что у нас есть есть ли тут чего-нибудь чего не поддерживается просто думаю так здесь все нормально давай дальше смотреть фонд папка фонд тут только шрифты дальше картинки ага это дживоскрипт был ну ладно еще скриптов сюда перемешать картинками напихали ну ладно то уже в принципе все это нормально ааа получается править ты если что-то будешь то а что такое это src папка и еще раз ну давай попробуем сделать вот тот сайт который ты открыл в вкладке там сделать слэш и сорт с другой слэш да итак src старый сайт ну старый мой шаблон это можно удалить все ну я из него делал ну смотри ну смотри как бы на твое осмотрение можешь удалять можешь остыть да давай можно удалить сайт кстати интересно можно ли через сам гитхаб это удалить наверное нельзя ну ка открой папку src что тут можно сделать сеттингс ну ка нет нет целая репозитория удалить понятно короче здесь можно только эти отдельные файлики редактировать через сам этот интерфейс гитхаба ну вот например прокрути вниз вот этот индекс html получается тут действительно только одна страница да нет там есть где-нибудь чего-нибудь похожее на текст ну да короче вот прям если мы хотим html страничку подредактировать это здесь возможно прокрути вверх раз покажу где кнопка вот она Так как карандашик. То есть редактировать файл можно прямо тут. Отлично. Если нужно... Ну, соответственно, это только если у тебя доступ есть к репозиторию. Вот. Если нужно удалить что-то, например, папку SRC, давай мы это сделаем через Cloud9. Через... Ну, подскажем, немножко, корка. Что у нас сейчас с ним? Нормально. В феврале как раз. Так, что у нас получается? Ну да, например, да, давай удалим папку. Вот, теперь гид-статус нажми. Ой, что-то не было. В консоль. Да, многовато будет. Давай попробуем вот что. Гид. РМ. Пробел РМ. Вот. Потом пробел SRC. 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 Слэш звездочка. Да, я попробую. Да. Кажись, это оно. То есть он их все пометил на удалении. И еще раз у гид-статус давай проверим, стали ли они все зеленые. Я рекомендую все-таки стрелочками вверх пользоваться. Нажми сейчас стрелку вверх. Еще раз. Еще раз. Вот. Теперь можно. Ну, то есть все команды, которые ты вводил, они сохраняются, их можно повторно выполнить. Вот. Теперь, собственно, давай докрути до коммита. И сделай пробел, черточка М, дефис которой. Да, черточка М, пробел, две кавычки сделай. Пробьем? Да. И кавычки два раза. Двойные. Да. И внутри кавычки напиши теперь версию 2. Прошлый вот этот редактор текстовый не открывался. Сразу. Можно написать сообщение. Ну, правильно? Да. Вот. Теперь Enter. Ага. Вот. И что у нас? Коммит сделали, значит, гид-пуш. Тоже можешь его стрелочками прокрутить вверх. Идти. Да. Так. Что там процессинг 100%? Ну, все. Два из двух пишет. Нормально? Ну, да. То есть, то, что вот он написал, мастер, черточка мастер, да? Вот это вот и совершение. То есть, ты можешь, в принципе, проверить. У себя сейчас уже больше не должен. Не должна открываться та ссылка с РЦ. Ctrl F5. Да, все. Теперь он говорит, что нет такой страницы. Вот. Ну, что. Я предлагаю сейчас видео пока закончить. Одно первое. Это будет на теме того, как, собственно, хостингом гид-хава пользоваться. Угу. Вот. И дальше на выбор либо домен подключить, либо к битриксу. Ну, давай к битриксу сначала. Таааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа